Юра, ты что-то ударился где-то? Ну вот об этом колбасу. А в колбасу? Ну просто окси, окси. Отомсти ей, отомсти колбасе, укуси ее. Давай. Вместе ей устрой страшную вместе. На самом деле надо просто готовить плащадку. Мне птицерпорт надо сделать. Кого? Надо птицерпорт с нее сделать. Я им раздавляю для птицерпорта. Так, ребятняк, я сейчас предлагаю попить ему цептуалет. Никита, мы срочно перейдем с тобой на офицерский и капитанский. Марине, срочно выйти в мостик. Диме срочно посмотреть, как Марина... Дима тоже сделает так же хорошо, как Марина мостик делает. А можно поводить? Да. Что Никита говорит? Мозоль? Блин, братан, а как он здесь? Я как-то данная официальная школа. Никитов, ну пойдем попробуем, хотя бы просто пойдем попробуем, пожалуйста. Сорвай ребенка, сорвай ребенка. Никитич, братишка, пойдем попробуем. Марин, ты показывай, Диме, как ты делаешь мостик крутой. Никитич, братан, пойдем. Никитич, братишка, пойдем, видишь, все открывается. Давай вспомним еще, погоди, 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 погоди. Давай вспомним, как еще, как это происходит. Давай сначала мысленно представь и опиши ситуацию, как мы будем делать этот элемент. Выход на перекладину. Уложение вниз головой, перекладину. Правильно? Первое. Хватаешь на перекладину и висаешь вниз головой. Есть такое? Вообще не воняет. Дальше, что еще? Давай. Так. Поднимаешь корпус, садишься в силу. Все. Скажи, пожалуйста, в какой из этих этапов, в какой тебе тяжело? Все, давай. Что не получается? Я пришла. Подтянуться? Подтянуться тяжело. Неудобно, потому что. Еще раз смотрим. Здесь играет значение технику выполнения. Нам надо ноги вперед. Дядя, выженить не можете? На голове попробуем. Нет, ноги вперед. Садись в вашу скорость. Смотри, вот что выясним. Первое. Ну ничего, я тебя задерживаю. Дядя, я буду так делать. Дороги. Ноги я сейчас сразу не буду так кайфу сгибать. Там сейчас смеялый, нет, тут дырка, тут дырка. И только потом. Ноги ты не вожу. Ну не говори, что надо. Да. И у тебя ноги надо широко, амбусто. Потому что в этот момент тебя само перенесет. Ты чуть-чуть подтягиваешься, чуть-чуть. Пойдем, не переживай. Реально, можешь можно вот в такую трубочку залезть? У нее костей нет. Ну, у нее очень мало костей. Все, ножки вместе, ножки вместе. Все, и ты тут подтягиваешься. Да, а тырка вот такая. Нет, даже вот такая. Есть, есть. Вот такая, вот такая. Видишь, я тебе помог же немного. Вот так. А вот из этого положения мне удобнее руки вот так держать. Димана руки вот так делает. Ты удобнее вот так. Держи руки, как тебе удобно. А засунь на сюда? Опускайся вниз. Сейчас мы сделаем. Органы? Нет? Тоже. Нет, 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 нет. Нет, помню, коленки согни. Вперед сюда опускайся. Руками держись. Давай. Нет, ну она может. Ниже. Ну она может. Ниже. Тяни себя. Все, пошел. Тяни, 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 да. Вот сейчас надо качнуть вот это действие. Вот такая вот злоба. Покачайся. Вот, не раз и закинули. Раз еще закинули. С помощью коней может тебе помогать. Да. Тебя оттрачим чуть-чуть вверх. Если вдруг чувствуешь, что застрял, перевали спину назад и тебя обратно туда перевалит. Но руками держись. Попробуй. Мариношка, ты сделала стойку на руках? Ой, мостик. Прошла? Дима, Юрия, стойку на руках. Пойдемте. А, Юр, мы с тобой пойдем руки покачнем. Дима, тебе стойку на руках. Так, пожалуйста. У меня получилось. Получилось? Да. Юр, вернее, оставить. Дима, тебе ходьба в мостике. Это что Марина делала. Сейчас Марина тебе покажет. А, она показывала. Вот, все, давай в мостик выходи. Надо несколько шагов. Серьезно? Да. Несколько шагов вперед и назад. Это легко на самом деле. Ну да, это надо просто... Юра, мы с тобой пойдем вон туда. Я здесь. Ты делаешь? Все, ладно, и делай. Тогда делай. Все, не отвлекаю. Он ходит? Молодец, Диман. Блин, так кто-то по коридору прошел. Мне казалось, кто-то из нас, что он убежал. Блин, встать и встать. Встать. Ты мне встать, если он тут ползает. А, ты, вы не ползаете, не мешаете. Ну-ка, стоп. Уберите кубики на место. Поставьте, пожалуйста, быстренько. Кубики расставьте, Юр. Все кубики? Да. И потом площадку освободите. Круто, Марина надо убрать. Никит, поможем кубики расставить? Давай, 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 в темпе. Ты стоишь здесь, они тебе перебрасывают вот сюда, Юрец. Они тебе сюда бросают. Постой, вот. Постой, можно я положу? Сейчас вы освободите. Сейчас вы освободите площадку. Оп, оп, смотрите. О! А, что это? Это специальная штучка, чтобы было неудобно. Это необычный вариант. Нет, постой, вот этот вот сюда. Внутри этого что-то есть. Там внутри деревяшечка. Я перестану специально сделать. Аккуратно, аккуратно. Короче, тут как-то прикол. Заверок надо взять, чтобы упал. Пишет Local Duty новое обновление. И тут вот такой очень новый сезон. Да, ну возьми. Мне говорят, установи. Устанавливай там, устанавливай. А можно калу очередь отъездить? Можно хотя бы один. И он мне пишет в программу установки вот этого Local Duty. Пишет, у вас излишек памяти. И показывает на ВКонтакте. Постой, смотри, буква М. М, М, М. Пользуйтесь, как можно. У меня сходу. Биби, тут вам доставка едет. Полосы. А потом мы куда? Постой. Главное, чтобы нас придумали как-то. Пойдемте. Что за прикол? Вот так вот уже приложение. Пойдемте, чтобы нас не настрой. А это все кубики? Да, все идеи, да. А где башня из кубов? Овцы, это как будто бы одноклассник. Одна квартира, это вот такая? Да, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. О, господи, это многоквартирная. Это что за квартиры? Все, делай. Юрец. А, Юрбас. Давайте крокодильчик потом. Нет. Нет? А это что такое? Ну вот, Никита, сейчас делай. Ты что, забыл? Крокодильчик. Юр, стою декабь, стою декабь, стою декабь и там стою. Стою декабь и там стою. А, все, ладно. Ревна, это такие тяжелые бревна. Бревна, это для тренировок специальные. Вот, крокодильчик поделай, Маринка. Чего? Крокодильчик, который Никита делает. Дима. Дима, переключись, внимание, переключи. А раз в вашу полку закинуть, у них есть очень много интересного. Как тут интересный там, всякие салавы. Дима, оставь стоечки там, как только они. Куда их, ты секрет? Ну, вот я так и делаю. Будет. Более, кто этот, просто более. Дима, спасибо. Дима, ну вот где мне делать? Дима, ну иди, идите к Марине. А, Юра, там зачем вы его вышли? Я вот иду, иду. Вот здесь ничего не нравится, вот она туда. Да, и стой какие-то. Я сел бы. Все, 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 спокойно. Не надо туда-сюда поставить, зачем? Все, Дима, успокойся, поставь. Не надо, не надо. Это лично вы же не совершайте. Ради, чтобы ее не достать. Не надо, просто он уголочек там до себя выбрал. Ну, что сделает? Все, поехали, на голову. Ой, отстаньте, таркозил. Юрбас, тут тоже лишние движения, братан, не совершай. Ну, ты еще... Стой. Дима. Дима, отодвинься, пожалуйста, чуть-чуть. Дима, уже девочка. Дима, отодвинься, пожалуйста, чуть-чуть. Ты? Отодвинься. А, Б. Вот так. Вот. Лечись. Я тебе угол забрал. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо. Тихо, тихо. Тихо, тихо. А, тихо. Тихо, тихо. Тихо, тихо. А как это делать? Я не могу. Ты что? У меня нет. Да ругать лучше делать. Не ругайтесь. Молодец, Никита, молодец. Вот и Манек, не донесем. А я тоже делаю. Манек тоже делай, конечно. Так я не люблю. Так ты пробуй, братан, а как ты будешь делать, если ты пробуешь? О, парень, умница, аккуратно. А тебе с твоей геркостью можно прям, как ты ноги, помнишь ты, когда закинуешь? Вот так? Как ты ноги, да, да, да. Теперь можно немножечко ему впираться. Да, 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 и выйти, представляешь, прям качинься в крокодичьи. Видите? О, поднимайся, смотри, что я там покажу. Опа, ты смотри, что. Магерон, магерон. Еще бы не взводя сейчас. В горизонт, да, вышел еще в горизонт. Пам-пам-пам. Погоди секунду в свое время. Мы даже можем некую конструкцию выстроить, да? Внимай, пробуй. Я бы не знаю, а я лучше носки не знаю. Крокодинчик, а это мы еще раз вернемся к этому. Тебе надо руки перейти вот так. Встань. Вот так. Встань на коленки. Встань на коленки. Руки укрей вот так. Ставишь ручки на пол. Да. То есть лодки тебе надо кузов упирать. Кузов. Ну и все, и делай. Ну. Ну. Все. Держать, да. А Никита головой упирался, чтобы немножко вот этот угол поднять от пола. А потом? Только не ударь Варину по голове. Молодец, Кипитов. Отжаться сможешь один раз? Отжаться? Толкай. Практически. Толкай. Юра, как успеете? Нормально, глянем гони. Здесь, кстати, здравствуйте. Здравствуйте. qua гражданера Здрасте. Здрасте. Ой, 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 ой! Че здравствуйте. Дима, не балуй. Марин, показывай. Никит, покажите папе, как это надо делать. Показывайте. Ну, которую вы сейчас сделали действие, показывайте, конечно. Сейчас, что Юр говоришь? Юр, Юр, братан, не на лоб, на макушку. А, ты хочешь вот это действие сделать? Вот это действие? Тогда вообще касаться нельзя пола. Смотри, смысл такой. Сейчас мы с Дмитрием Сергеевичем покажем, интересно, тоже акробатическое, а достаточно силовое. Вот, здесь маяк надо сделать. Здесь надо сделать прогиб в корпусе, упор на руках, конкретно напрячь надо, конкретно тело напрячь надо. И подняться, просто подняться, да. Если вдруг, да, Никита, аккуратно, если вдруг, Юрец, Юрец, смотри, братан, смотри. Если вдруг начинает нас волочь, вот я поднимаюсь, оп-оп-оп, я спокойненько, то, что вы умеете делать, спокойно делаю. Здесь надо, да, Никита, молодец, здесь надо страх перетерпеть. Оп, аккуратно. Юри как-то по скобам уже попадало. К стене тоже Юрец. Стоп. А, для начала, опять же, подготовительный стойка на голове, на руках, все правильно, да. Отпустите, я соблюсь. Точно? Да. Животно, бреги, носочки натяни. И теперь ноги заводи сюда, сюда, сюда. Прямые, прямые, терпи. Вот здесь в корпусе сгибай себя, да. Прямые. Прямые, опускай, опускай. Вот так надо ныть, подняться на прямые ноги. А, башка. Ну, блин, башка, два вершка, а куда деваться? Задача еще, руки, вы должны руки перед вами видеть, перед глазами. Это очень важный момент. Здесь, вы знаете, такое тренога? Нет. Вы ни разу не видели фотографическое тренога там, или какой-нибудь стул с тремя ногами? Ни разу не видели? Нет, я видел. Тренога вот такая. Вот мы и получаем. Так, у нас будет своя тренога, только с четырех ногами. А можно... А можно... По окружающим есть фотоаппарат тренога. Сын, Геннадий, а можно... Там... А, ну хотя я видела, ну, покачаться. Покачаться, иди, конечно, поделай. Только маты проверь. И смотри, Юрец, три точки опоры, треугольник мы делаем. Вообще треугольник, это надо понимать, что это сама себя уравновешивающая фигура. Вот ее... А? Треугольник. Вот ее, да, куда ни катни, она будет. Но если мы рассматриваем просто треугольник, как пирамида. Пирамида, да? Вот у нее углов раз, а нет, отставить. Из пирамиды четырехугольное как бы основание. Но вот треугольник, если мы... Пять даже углов? А, пять углов, да. Но стороны... А у Фиопской пирамиды девять углов. Эфиопской? Ю. Фиопской? Ну, которая пустыня. Квадратная пирамида. Квадратная пирамида. У нас будет двая пирамида квадратная. Она же так и круглая. Нет, нет, в смысле вот квадрат основания. Ну, основание квадрат, да. Нет, нет, нет. У нее вот так вот квадрат, потом тут еще два угла, и тут угла. Нет. Да, ученые доказали. Ну, заказывайте, если мы видим на фотографиях, там можно увидеть. Ну, интернет есть? Да, посмотри. А, типа такие тонкости, геометрика, да, там все дела. Смотрите, какая штука. Сейчас мы попроще нашу пирамиду. Рука, рука, голова. Глазами, ружем в виде своей руки. Поставил, поставил, увидел. И вот сейчас я должен поднимать ноги без рывков, без всякой там ерунды. Вот я вижу глазами свои руки. Все. Я не должен расслабляться, я должен четко понимать, когда тело начинает гулять, спина, живот напряжены. Вот в этом положении вы можете попробовать разные варианты гимнастических действий, простых. Если вдруг, Юра, отойди, пожалуйста, от меня сзади. Если вдруг нас начинают закидывать без страха, вам надо, например, одну ножку поставить, вы можете уроновеситься. Другую поставить, уроновеситься. Вдруг заваливай, вдруг. Спокойно взяли и сделали. Все, не надо переживать. Попробуйте сделать это действие с выходом в морсь. Маме, пожалуйста. Можно кувырком, ну вдруг бывает, да, вот тут. Молодец. Молодец. Да, все, что переживать-то. Марин, сделай, пожалуйста. Голова. Ну, голова, да, Юра, блин, не бойся. Димана, аккуратно. Что, я делаю? Это целлофанки, вы желток наковыряли. Какой Дима, ты, который аккуратный. И другой тоже аккуратный. Желток наковыряли, целлофанку раздербанили. Молодец, Димарик. Ноги. А теперь оттолкнись с себя. Давай я помогу тебе ногой. Отожми. Давай попробуем сейчас. Выжмешь, и все, там уже рядом стоит. Давай попробуем. Я надеюсь, у меня хватит силы, и у тебя хватит. Вот, типа как Ликида, да. С прыжка, давай. Давай, давай, давай. Негони, разок попробуем. Спокойно делай. Ты полик Дим делай? Нет. Другой Дим. У нас здесь два Дима. Спокойно. Нет, давай сам, без рывка, спокойно. Контроль. Колени, вот здесь. Погоди. Раз, два, три, пошел. Есть, молодец. Я готов. Да что? Нет, иди по страху, да. Так, что, ребят, последний закон доделаем. А что, домой? У вас время еще есть. А еще ноги, Диман. Ну-ка, Марин, покажи, Дмитрий Сергеевич, как колесо. Давай, на двух руках, на одной руке, арабское можно показать, да? Так, на одной ручке. Смотри, Диман, смотри, восторгайся, что могет. Еще, а другая еще, без рук. Когда без рук. Ну-ка, ну просто рывком сделай, попробуй. Это сальто уже. Нет, зачем? Так, на одной руке. Ну, делаем, например, на одной руке. И следующее. Это как бы это бабочки, или бедуинские называется, либо там... Это узкий народный танк. Как? Это узкий народный танк. Это плясовое действие, да. И очень много в гимнастике и в танцах связано, в пляске. Балет, видел? Балет тебя делают. А у них, знаете, какие тренировки? Одни из самых тяжелейших вообще. Ну, вот в творчестве тренировки. Там в шоке. Никитос, ты пошел? Ребят, им рукой махай. Парни, Юра, Дима, звоните родителям, пожалуйста. Время к девяти приближается. А сколько ровно? Что? А ровно сколько? Ровно? Ровно, неровно сейчас. У меня показывает 20,59. Не очень ровно, но близко к ровноте. Пожалуйста, всем стойка на руках, пожалуйста. Марина, папе расскажешь, что у тебя не рекорд. 35 секунд, да, она нам сказала, а отверстия пролежалась. Но Никита ее перепроверил, оказалось, там 18 секунд. Ну, тоже как на одной руке стойка на руках. А, ну, она 18 секунд, вот так. Ну, ничего. Ну, надо пробовать. Аля, 4. Никитов 30 секунд, да, Возь, уверенно подебрался. На одной руке стойка на руках вышла. К стене. К стене. И на одной руке. Для балансировки, для равновесия. А дело в этом завалом. Стенку убрать и стоять. Пока. Все, до свидания. До этого надо понять полностью моторику тела. Как все же. За вами пришли? Да, но можно в последний раз попробовать сделать? Давай, 10 раз можно отжаться. Отожми 10 раз и попробуй что-то. А можно попробовать? Конечно, тоже отожми 10 раз. Чтобы руки сильные были, сильные. Сначала, ну, давай, лажим сначала. Надо, надо, надо. 100% отжимания, приседания. Вот пол нам, вот пол и стенки. По идее, вот самый лучший гимнастический зал. Даже, как, опять, дед рассказывал, даже если вдруг нас каким-то чудом запихнут в невесомость, как космонавт, там тоже есть гимнастика. Именно гимнастика со своим телом. Ужатье, разжатье. Это да. Что, если что, до завтра? Завтра нам вред, да. Ничего не обещаем. Ну, праздник с собой, ради все дела. Никита, нормалекся? Нормалек все забрал. Телефон на телефоне. Так, всем. Всем покеда. Пока. Сучок, это все нормально? Молодец, сейчас если все, 4-5 стабильные сделают. Кача больше нога. Почти надо, вы встал. Кача больше не сделаешь, делаешь ногу. Кача себе больше ног. Так, поэтому я тебя очень маленький кайт. Но на будущее, когда у меня общение с Раджи Борзой, это очень хорошо. Поэтому ты с утру говори, как ты сделаешь, так же получится. Опять со временем, по трех раз в неделю вместе. Кача, пока весна. После, для большого очень интереса, которые им термонарном уровне, будет хорошее рост и физическое. Молодец, Юлица. Молодец, Дима. Опасно, но молодец. Нет, тогда можно как-то понять, как руками... Дима, смотри на Старшину. Смотри, как ты делаешь, ты. Делаешь вот так. Не, ты держишь. То есть ты берешь так руки, расслабил, и тоже головой тебе помогаешь. Как ты на качеле качаешься? Смотри, как он головой. Тело ему головой. Я голову веду за руками. Больно, да. И он по толку поднимается. Я знаю, что больно, Дима. Я знаю. А покажи ему свою, Дима. Иди сюда, Дима, иди сюда. Жем под зажили, просто посмотри. Юра, это постоянная, постоянная боль. Постоянная. Дима, опа, Юра, не гоните. Я знаю. Да. Если он там, он начинает передвигать. Как вы подумали? Мы те. А пора вам? Да. Тогда я смогу Диму научить топорик делать срок. Я там научился делать скачку. Так ты можешь здесь его покачать? Почему здесь проблемы? Нет. Здесь было легче. А-а-а. А вы завтра придёте? Мы сюда дверник меньше. Они дверник одинаковые? Здесь легче. То есть он по высоте? Вы завтра придёте? Приходи завтра. Приходи завтра. Потренируйся. Я вам подготовлю площадку. Смотрите. Головой сначала. Голову вот так вот потягиваешь. Корпус. Да. И туда. Голову вот так вот. Качать. Ну как ты? Как ты пресс? Как ты пресс? Резко обмахивайся. Назад. Оп. Да. Еще. Еще. Туда. Поднимай голову. Сгибай корпус. Дима. Дима, брата, тебе надо вот сюда корпус сгибать. Да. Зарядиться надо. Отмашку давай. Раз. Смотри, когда... Я не душу. Два. Нет. Три. Ты должен наверх смотреть. Я не помогаю. Знаешь, почему я взял? Душить это с этой стороны. А я взял. Смотри. Чтобы он голову не бросил. Чтобы он голову поджимал. Ты видел, как он делал? Он вот так вот сделал. Переживался. А я ему показал, типа, наоборот. Тарады. Смотри. В эту стеркну резь, нужно голову наверх смотреть. Раскачка. Оп. Это как пресс делают. Качай. Качай. Да. Смотри, сейчас тебе Юрий Алексеевич Гагарин практически показывает. Стрехов, я учился. У меня достаточно. Пять минут полета, нормально. Пять минут полета. Отлично. Мах. Да, вот ты пытался делать вот так вот. Потом я понял, что лучше вот так вот. Мах. И тело вместе с руками двигался. Ну я так потом не сделал, я просто снизу. Вот так. Мах. Да, да. Мах. Три шестьдесят. Три шестьдесят. Три шестьдесят тоже уровень такой, серьезный. Хороший. Ну, делаешь сначала руками, а потом резко с телом. Махай. Ноги не разжимай. Да. Руки махнуть. Да. Еще. Вот здесь. Ты подошел экст bible египет. Куда ты их так далеко делаешь? Тихо, тихо. Вот здесь. Ты подошел бегом руками так. Ты подошел не отраж trampой. Тихо, тихо. Тихо. Смотри, как ты делаешь. Тихо, тихо. Тихо, тихо. Тебу плавно надо это, тихо. Надо, чтобы поработать. Давай ее резко показывай. Дону на ноги. Мах. Это он каротит называется, а покажи ему как надо. Размахайся, смотри. Вот, смотри, как выше высоко поднимается. Не бойся, ты не улетишь. Когда многие будут держать так, ты им улетишь. Это 100%. Сейчас кача не заворачивает его, можно так вот. Но это уже уровень крутой. Сейчас Дима вам покажет практически с первого раза. Я делаю с первого раза. Можно висеть и просто спрыгнуть. Но есть вариант головой. Без рассказчика. Без рассказчика, да. Ребятня, 2106. Звоните родителям. Юра, Дима, Барни. Десятый час. Вам уже надо спокойно ночи смотреть. Юра. Я не смотрю спокойно ночи. Ну, позвоните родителям. Спокойно ночи, хорошая передача. Позвони, пожалуйста, родителям. Нет, ты руки еще назад делай. Дай. Руки расслабь. 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 Вот, вот, вот. Ну, Дима, вот за ты, как ты делаешь. Юр, позвони родителям. Он поймет. Юрец, покажи. Он поймет. А тебе надо вот отсюда. Без рук. Без рук. Дмитрий Сергеевич. Он показывает уровень уже крутой. Крутой уровень. С помощью плеч и головы, Дима. Надо именно толкаться. Юр, Дима, позвоните, пожалуйста, родителям. Ребятишки. Ребятишки, позвоните, пожалуйста, родителям. Юра, Дима. Время. Десятый час. Позвоните, пожалуйста, родителям. Пошли собираться. Нет, вы позвоните, надо узнать о них. Да нет, они сидят. Внизу? Да. А что же они не поднялись? Я не знаю. Вы точно позвоните, узнаете точно ли они. Нет, они точно сидят. Я вам сейчас звоню. Сто процентов, да? Все, одевайтесь тогда, пожалуйста. Сейчас я полотенце. Полотенце забирайте, вещи проверяйте. Ты чего? Собираться, пожалуйста. Давай, давай, в темпе пойти. Юра. Да. Ну а ты чего не прощаешься с Дмитрием Сергеевичем? Ты чего не говоришь до свидания? Какой ты воспитанный мальчик, да? Молодец. Воспитанный мальчик. Молодец. Все, парень, надеюсь до завтра, либо до скорой встречи. До свидания. До свидания. До свидания, все, до свидания. Что это? Вот сюда. Давай сюда, парень. Дима. 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 До свидания. До свидания, парень. До свидания. До свидания. До свидания. Как оно уже не кончится? Как? Если ничего с тем не будет, то я понял. Я понял. Так-то, ребята, кто-то может быть на соревнованиях поучаствует завтра, может быть кто-то подтянется. Молодец будет участвовать, но не уверен. Я понял. Он не заявился? Не знаю, но там вроде как там можно. А. Ну я точно не знаю. Я там был, конечно. Если выбор человек делает и хочет поучаствовать, помех нет. Заявиться и на месте можно. Или там в электронную заявку. Так, чё, потихой тоже давай. Ну-то доделывай, что надо. Сейчас я матрасы всякие уберу. Самое главное, Диман, учёба, помнишь, да? Надо доучиться, чтобы всё было чётко. Вы же первый год сейчас учитесь в технаре. Всё, должно быть. Да, на первом курсе без отчисления все. Там всё иначе. Ну, я, знаешь, про счёт, чтобы родители спокойны были, чтобы они видели, что на вас можно надеяться и спокойно. Взрослая жизнь уже, ни фига себе, технарь там. Уже и ребята, и девчата взрослые. Там тёлки-метёлки разные. Движения всякие взрослые. Он прям очень взрослый, но близко к этому. Поэтому здесь должна быть осознанность 100%. А наше дело... Ещё смысл такой. Парням передай. Я же всегда это, да, прошу. Если вдруг я чем-то кого-то обидел, расстроил. Кто-то кого-то в богачухе или ещё какие-то моменты. Надо что уметь делать, Диман? Вот сколько я лет кого знаю, сколько я прошу, да, особенно здесь как-то взрослый. Что надо уметь делать? Что человек должен на уметь делать? Договариваться. Я с моим характером, я очень многим дорогу перешёл. Я очень многим нервы подошёл. Не, а на улице не обижает нас. Раз всем подгонзарил это. Здесь другой момент. Здесь есть развитие не как кто-то вкачивает на турнички, а развитие полное, гармоничное. И в то же время это к чему? Я даже, знаешь, ребятням, малышей говорю, что вам сейчас повезло, что взрослые в очередной раз тормознули со своими активными тренировками и у малышей есть возможность себя прокачать. Потому что всё-таки, когда взрослые ребята здесь занимаются вашего возраста или там старше, они стесняются. Это как бы вы их, ну, не именно вы, а авторитетом поддавливаете. С одной стороны, мотивируют. Ну, круто там всякие, прыгать и прочее. А с другой стороны, ребятёнок начинает думать, о, они могут, а у меня так не получается, а когда получится, а тоси-поси. А даже когда кто-то говорит, а это так не часто говорят, да? Типа, братишка, если бы ты знал, каким путём я прошёл. В основном, знаешь, ну чё, я умею или умею, ну и круто. Ну, выкачай базу, там уже крайний случай. А вот если бы каждый мог, как ты, например, мог бы рассказать те мужи Никите, Юре, Демарю, которые тебя тоже уже достаточно давно знают, особенно Юра. сколько ты выстрадал, сколько там крови, сопель, мозоль и прочего, слёз, может быть, даже. И для себя понимание приходит, какой путь. Ну и для других мотивация воодушевление. Ещё здесь, в зале, дано лишь то, что вам надо на всю жизнь сохранить. Не надо цепляться ни за залы, ни за тренажёры, ни за людей. Есть, может, даже как, знаешь, бобылём одному быть, но быть в форме. Знаешь, что ты надёжный, ну, кто-то надёжный, хороший, ответственный парень, ну, нравится людям одиночество, и такое бывает. То есть хочет одиночество. Круто, просто быть надёгой, опорой для родины, друзей, товарищей, родных. Хотя кто-то скажет, а у меня нет ни друзей, ни товарищей, ни родных, я вот ничего не хочу и всё хочу, всё сам могу, всё знаю сам. Такое бывает. Но, как правило, в жизни ситуация показывает, что одному невозможно выжить. Просто невозможно. Даже Робинзон. Слышал про такого дядька Робинзона? Круиз которой. Круиза. Даже он там с ума сходил, жёстко. Ну и, конечно, это не обитаем в острове. А когда мы живём в социалке, но не получится быть одному. Я, например, очень много видел ребят, которые учебные, школьные, институтские для кого-то, техникум и прочее. Вот прикинь, вокруг много народу. Здрасте. А можете, пожалуйста, донсовку подать? Конечно. Здрасте, здрасте. Представляешь, человек вот так вот с рюкзаком, с сумкой, с портфелем и всё. Это Юрина полотенце кажется, да? Ага. Гипермучка. Гипермучка. Всего доброго. До свидания. Ай, представляешь, Диман, не могут ни с кем общаться люди. Вот он ходит, ну так, или она там, особенно, ну, грустно, где час смотреть. И считает там завид. На самом деле у людей может быть богатый внутренний мир. Но нервные системы не прошат нам, блядь. Вот что проблема. А гимнастика укрепляет. Ну, это всё со временем поймёшь. Особенно, особенно, когда у тебя появится семья твоя собственная, Диман. Ох, вообще, будет всё по-другому. Появление девушки уже подскажет, как дальше быть. А вот когда личная семья появится, это, братан, будет беседливо. Может быть, мои слова не вспомнишь. Но реально ты поймёшь, и другие поймут, насколько надо быть готовым. Мужчиной надо быть прям, прям, прям муж в чине. То есть, как полагается. Не просто там, как-то, ну, мужичком-то. Таким. А мужчиной. Да, можно быть, не нравишься кому-то, можно скоморошить, дурака валять, вести себя как хочешь. Но как только у тебя появляется супруга, жена, как только есть, слава богу, мама, папа, родные, всё, и тем более дети с твоей появляются. Давай. Надо быть супер, супер бдительным. А так-то хули, всё по плану идёт, да? Кстати, прикол. Вчера тоже ребятня уходит. Я нахожу такую... Так, бумажка лежит. Вот так. Вон там, я так понимаю. Парни тоже, я так хотел сказать, ну, как будто что-то завёрнуто в нём. Парни, кто говорит, ну, да, как будто план сокровищ. Что-то, ну, а так никто не знает, только вот она, да, вот, раскрываем. 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 Написано. 4 марта. План. И начинается. Получение обезьянки. Мы пришли домой. Я конец, я хозяин. Ловь я обезьянку.